Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии «Любовь» Маркелова. И сегодня в выпуске. Рандеву с огнем. В Сургуте вновь горел торговый центр. 45 лет на страже борьбы против огня. Старейшая пожарная часть Тюменской области отметила юбилей. В Сургуте провели уникальную операцию по замене плечевого сустава на искусственные. Сразу два дорожно-транспортных происшествия произошло в районе ГРЭС вечером 4 июня. Сначала узкую дорогу не поделили ВАЗ-2111 и 9. Оба авто после столкновения оказались на обочине. Значимое повреждение получило только 11. Затем лоб в лоб столкнулись с «Десяткой» и «Приора». «Лада» двигалась по направлению к городу «Жигули» и «Десятой» модели в сторону ГРЭС. Водитель «Приоры» неверно рассчитал возможность обгона сразу нескольких машин и влетел в «Десятку». Во время удара его спасла подушка безопасности. Молодого человека, управлявшего автомобилем ВАЗ «Десятой» модели, отправили в травматологию. У него переломы рук, ссадины и ушибы. Серьезные повреждения получили и машины. Мы ехали в «Приоре», вышли на обгон, ехало три машины, мы обгоняли эти три машины. То есть двух мы обогнали спокойно, но третья, ну как я считаю, она просто подала газу, не дала нам уйти вправо. И все. А вправо ее, ну можно было как бы ее столкнуть, но он начал тормозить. Водитель же не я. И все. Просто нас не дали обогнать нам. Второй раз в огне в торговом центре «Рандеву» на улице Ленина вновь случился пожар. На этот раз горела кровля магазина. Со слов жителей близлежащего дома, перед тем, как на крыше вспыхнул огонь со стороны торгового центра, раздались два мощных хлопка. Разорвался один из газовых баллонов. Пожар удалось ликвидировать за 15 минут. Пострадавших нет. Ущерб, причины происшествия виновны, устанавливаются. Напомню, первый пожар в торговом центре «Рандеву» случился в марте. В здании горело кафе на четвертом этаже. На момент прибытия происходило горение на кровле. Подали два ствола «Б», работали по первому номеру. Принимало участие 6 единиц техники. В 45 лет борьбы с огнем пожарная часть номер один городского поселения «Белый Яр» отметила свой юбилей. Все эти годы подразделение обеспечивает пожарную безопасность не только на территории поселения, но и в Сургуте. Поздравляю вас с днем рождения пожарной части, с 45-летним юбилеем. Сегодня мы проводим торжественную часть здесь, в части. Первая военизированная пожарная часть была основана 1 июня 1966 года. Располагалась она в Сургуте, на улице Магистральной. В 86-м году часть передислоцировалась в поселок «Белый Яр». Часть являлась в свое время и является кузницей кадров из нее. То есть она была первой. Через сито этой части прошли многие сегодняшние руководители гарнизона, в том числе и я. Начинал здесь рядовым пожарным, был начальником караула, замначальника части. Были в свое время и трудности определенные. Когда-то получше, когда-то похуже. Но пожары они были, есть и будут. И поэтому коллектив первой части всегда на страже. Мы подготовили памятные подарки. Также будем награждать молодых сотрудников, которые отработали немного. Но все равно они себя уже проявили, зарекомендовали. Будут им вручаться почетные грамоты. Ну и от администрации тоже мы не знаем. Это уже, так скажем, будет сюрприз для нас. Поздравить юбиляров пришли представители администрации городского поселения Белый Яр, ветераны части, руководители пожарных подразделений Сургута. Я от всей души поздравляю вас с таким замечательным юбилеем, потому что нам-то, Белоярцы, мне нужно объяснять всю важность и всю значимость того события, которое произошло в 45 минутах. Сегодня в пожарной части номер один служат 73 человека. Некоторые из них и в праздник на своем посту. В случае ЧП бойцы собираются за 45 секунд. Самое главное – вовремя прибыть на место пожара и локализовать его. Спасибо большое. Спасибо. Служа отечества. Юлия Дорошенко, Денис Зонов, Сургут Интерновости. И к другим темам. Хирургия и сургутская травматология совместно со специалистами ведущих центров Новосибирска и Москвы провели уникальную для региона операцию. Плечевой сустав пациентки заменили на эндопротез. Постоянная боль, которая со временем превращается в пытку. Пациентов, имеющих заболевание опорно-двигательной системы, в частности плечевого сустава, еще несколько лет назад старались лечить консервативно. Но с развитием высоких технологий стала возможна замена больного сустава на искусственный. Они используются как при травматических показаниях, так и при дегенеративных, то есть вследствие возрастных каких-то изменений. Позволяют полностью или частично восстановить функцию сустава, чтобы пациент вернулся к нормальной жизни. Реабилитация пациентов проходит в течение нескольких дней. У человека восстанавливаются прежние двигательные функции плечевого сустава, и он может жить без боли. Реабилитация пациентов проходит в том, что смещена точка опоры, то есть она представляет из себя сферу, которая с помощью впадины изменяет точку фиксации, и таким образом мы смещаем рычаг действия. Импланты создают из различных материалов и сплавов. В нашем центре операции по эндопротезированию проводятся на протяжении двух последних лет. Но широкого внедрения они пока еще не получили. Мало пациентов. Сегодня полную замену сустава проводят женщины с деформирующим артрозом. Учитывая данные обследования, выявлено, что у пациентки имеется подпорождение надосной мышцы, то есть той структуры, которая отвечает за движение в суставе. И это единственная конструкция, которую возможно имплантировать для того, чтобы ей помочь. Для сургутских медиков это мастер-класс под руководством Сергея Черного, хирурга из Новосибирска. Для него эта операция обычная. В то же время эндопротезирование – сложное, тонкое хирургическое вмешательство. Специалист должен обладать знаниями и в биомеханике. Только специальных столов с инструментами пять. Операция емкая, технически сложная. Она требует серьезного оснащения. Оснащение у нас на сегодняшний день есть. Мы пригласили специалистов из Новосибирского НИИТО, которые обладают большим опытом по имплантации плечевых эндопротезов. Поэтому с их помощью мы надеемся, что у нас, скажем так, дело пойдет. В последующие операции сургутские специалисты планируют делать самостоятельно. Остается добавить, что эндопротезирование для жителей Югры проводится бесплатно. Деньги выделяет Департамент здравоохранения округа. Елизавета Саянко, Игорь Батищев, Сургут Интерновости. Четыре неофашистские группировки функционируют сегодня в городе. Борьба представителей различных национальностей ведется посредством интернета. Участники в основном молодые люди. На совместном брифинге руководители этнических сообществ, религиозных объединений, администрации Сургута пытались найти пути решения сложившейся проблемы. Эти рисунки и фотографии специалисты Комитета молодежной политики нашли в социальных сетях. Молодые сургутяне разных национальностей собираются в радикальные группы. Борьба в большей части пока ведется в интернете, но она может перейти и на сургутские улицы. В субкультуре начинает превалировать чувство агрессии, начинается деструктивный период деятельности субкультуры, который часто приводит к террористическим и экстремистским действиям. Количество участников данных групп около 400 человек. Нам надо найти те пути, в первую очередь адаптации детей-мигрантов в социуме, которые помогут им вырасти людьми, говорящими с нами на одном языке, на языке культуры. Проект «Школа адаптации» направлен на преодоление культурного барьера. Дети-иммигранты на базе четырех городских средних учебных заведений по специальной программе проходят курс изучения русского языка и культуры России, что позволяет им социализироваться в гражданском обществе. Татары – 8,58%, украинцы – 5,34%, лесгины – 3,94%. Для нас абсолютно все равны и одинаково значимы. Национальные диаспоры пытаются воспитывать у молодежи взаимоуважение друг к другу. В Сургуте ежегодно проходит традиционный фестиваль национальных культур соцветия. Но, тем не менее, ситуация остается довольно напряженной, а значит, необходимо искать дополнительные методы воспитания в духе толерантности. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Сегодня в Сургуте, как и во всех городах страны, выпускники сдавали единый государственный экзамен по математике. В нашем городе уровень своих знаний подтверждали около 2000 одиннадцатиклассников. Четвертая гимназия принимала более 200 ребят из шести образовательных учреждений города. Инцидентов во время сдачи экзамена не зафиксировано. Те школьники, которые по результатам тестирования по математике не наберут нужное количество баллов, будут писать его повторно в так называемый резервный день, 20 июня. Стоит отметить, что в прошлом году для получения аттестата школьникам, которые сдавали математику, требовалось набрать минимум 21 балл. Сколько необходимо в этом году, станет известно по итогам ЕГЭ, когда будет определен средний балл по России. В основном ребята подтверждают те отметки, которые имеют за курс школьного образования. В наше информационно-ориентированное время проблем с тем, чтобы подготовиться достойно к единому государственному экзамену нет. То есть примерные контрольно-измерительные материалы выкладываются на сайте Министерства образования. Существует огромное количество пособий, которые можно купить в книжном магазине. Сегодня в России отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздничные мероприятия прошли в Центральной библиотеке. Сегодняшний день, 6 июня, впервые в этом году отмечается ЮНЕСКО, то есть Организация Объединенных Наций, как год, Всемирный год русского языка. И именно 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, был принят вот именно этой датой. В Сургуте в библиотеке имени Пушкина праздничные мероприятия начались с раннего утра. Книжная выставка, кинопросмотр, викторины. Фотосессия у кареты, детский боди-арт. Каждый желающий смог окунуться в мир пушкинских времен. Знакомство с творчеством поэта у детей начинается со сказок. Сказка о царе Солдане. Ну, потому что там много волшебства. Рыбака и рыбка, она интересна. Там много сказочного. Начинали со скромных масштабов, да, презентовали какие-то издания, проводили какие-то лекции, какие-то выставки. А потом же ни от чего не хотелось отказываться. Поэтому шло вот это накопление. И произошло с годами так, что все они теперь у нас проходят в один день. Дни Пушкина отмечаются в библиотеке с момента ее основания. Но в этом году праздник прошел с небывалым размахом. На площади ребятишек встречали сказочные персонажи, герои произведений Пушкина, царевна-лебедь и балда. В организации мероприятий помогали волонтеры и сотрудники муниципальных учреждений. Вариант и наше время. Очень весело, очень много детей. Я их развлекаю. Сегодня же день рождения Пушкина. Вот, просвещаем детей. Наверное, нет ничего лучше, чем видеть вот эти толпы ребят, которые пришли сюда в этот день, как я надеюсь, не только потому, что их привели из лагеря за ручку, но еще и потому, что они знают, что сегодня Пушкинский день. Сегодня же наградили чтецов победители конкурса, посвященного дню рождения Александра Сергеевича. В завершении праздника юные сургутяне возложили цветы к памятнику великого русского поэта. Елизавета Саянко, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В Югре официально открыт мотосезон. Байк-рок фестиваль «Поход на север» собрал на берегу Аби более тысячи человек. В колонии мотоциклистов присоединилась и наша съемочная группа. «Поход на север», как байк-рок фестиваль, зародился еще в Нижневартовске и проводится уже в шестой раз. Но такого масштабного открытия мотосезона, как в этот раз, округ еще не видел. Более 500 байков на берегу Аби, тысячи гостей, причем не только югорчане, но и жители других регионов. Не зря «Поход на север» организаторы уже смело называют брендом нашего округа. Планировалось мероприятие на 700 тысяч человек. Как показалось нынешний проклад, у нас в колонии только было около 100 мотоциклов. Плюс гости фестиваля, посвященного именно открытию сезона в нашем регионе. Люди приехали из Челябинска, из Тюмени, Оренбург, Омск, Томск, Новосибирск. То есть география достаточно обширная. Организаторами байк-феста выступили два югорских клуба – Сургутский райдо и Нижневартовский регион 86. По традиции не обошлось и без социальной составляющей мероприятия. То есть были собраны спонсорские деньги, которые на самом деле потрачены будут на операцию для детей, онкологический центр. Соответственно, уже мы посетили сегодня детский дом поестенок в Нижневартовске. Непринужденная обстановка, драйв, любимая музыка, старые друзья и мотоцикл – все это можно объединить в главное для байкера слово «свобода». Свобода, воля, вдохновение. Сел на мотоцикл и рад всегда побывать. Ну, везде на фестивалях, куда бы ты ни ехал, тебя везде ждут, встречают. Вот. Ну, как бы для этого и существует такое байкерское движение. Мы такие же, как и все. Только чуть-чуть свободы у нас побольше, душа у нас чуть-чуть пошире. Кто-то генеральный директор, кто-то простой сантехник. Но все простые, все равные на дорогах и все друг к другу относятся с уважением. Это очень приятно. В Югре – это, знаете, некий такой остров свободы, как маленькая куба. Вокруг все с подводными лодками и ракетами, а они вот живут своей жизнью. Им на самом деле на большинство проблем. Им вот в этот момент, им все равно. Ромей Нурив, Вячеслав Шарпунов, Сургут Интерновости. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Нефтяник» прошел праздник для детей из многодетных и неполных семей. Помимо поздравительных речей, виновников торжества ждали эстафеты, игры и, конечно, подарки. Путешествия по стране с Портландия. Под таким названием городская благотворительная общественная организация «Забота» провела праздник для детей в возрасте от 5 до 12 лет, родители которых работают в структурных подразделениях Сургутнефтегаза. Пригласили около 100 ребят, 44 из которых – именинники. Подростков поделили на отряды по цветам радуги, объяснили задачу и маршрут путешествия по станциям. Свою спортивную подготовку участники проявили на станциях «Самый меткий», «Самый быстрый», «Самый ловкий». А одаренность и талант на станциях «Творческая» и «Самый артистичный». И знаем мы, что этот шар до неба. Так, понятно? Мы считаем, что все-таки дети должны социализироваться, дети не должны замыкаться в себе, дети должны посещать различные мероприятия. И вот в подтверждение тому, что мы проводим такие мероприятия. Все ребятишки получили сладкие подарки, отличное настроение, а также еще одну возможность пообщаться со сверстниками. В Центре культуры и досуга «Камертон» прошел традиционный праздник «Должны смеяться дети и в мирном мире жить». С зажигательными конкурсами, песнями и театральной программой развлекали гостей творческие студии. На празднике побывал Дмитрий Подлесной. На площади перед Камертоном специалисты Центра культуры и досуга устроили праздник для сурбутян. Помимо вокальной программы, дети смогли поучаствовать и в различных конкурсах. Летний пикничок, осенний листопад – все испытания поделили по временам года. Самым массовым стал конкурс рисунков на асфальте. Мир в России, на Земле и в космосе. «Поднимает очень хорошее настроение, очень рады, что пришли. Мы просто только что пришли, но детям очень хорошо, я тоже, естественно, очень рад». «Можно сферсографироваться с уткой, планирую сферсографироваться с обезьяной». «Отлично! Почаще нужно такие вообще мероприятия, особенно для детей, с участием детей. Обязательно надо заниматься. Чем более погода такая хорошая позволяет, как бы, вообще сам Бог велел». Праздник был рассчитан на 270 детей. Большую часть пригласительных «Газпром» передал в социальную службу города. «Чужих детей вообще не бывает. Об этом говорим мы. И практически сегодня, если говорить в целом, хотя мы обязаны сегодня работать в основе своей, только с работниками нашего предприятия, членами их семей, то есть с детьми, у нас на сегодня где-то 20, максимум 25 процентов наших детей». Специалисты Камертона проводят праздники, приуроченные ко Дню защиты детей уже 20 лет. Каждый год на суд юных зрителей предстает новая программа. На сцене наряду со взрослыми выступают и дети. «Такой же ребенок, такого же возраста, который смотрит, он сегодня не поет или пытается петь, а тут он видит, что стоит девочка или мальчик с микрофоном, и поют, и не стесняется, и все. И он понимает, что это можно, самовыразиться можно». На торжественной части праздника победители конкурсов получили памятные призы. В завершении программы юным сургутянам раздали воздушные шары. «Три, сибири! Ура! Ура!» Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Завершилась акция «Подари детям радость». Напомню, что начиная с середины мая сургутяне приносили в телерадиокомпанию «Сургут Интерновости» детскую одежду, игрушки и предметы личной гигиены. Оставленные в дар вещи традиционно распределили между детскими социально направленными учреждениями и многодетными семьями. Один из пунктов, куда направили подарки – детский корпус клинической городской больницы номер один. Подгузники, предметы для купания, молочные смеси, игрушки переданы младенцам, оставшимся без попечения родителей. Спасибо большое всем жителям города за то, что поддержали в День защиты детей наших детей. И пусть хотя бы в таком раннем возрасте они уже знают, что внимание общества им гарантировано. Даже если их родители не могут им такого оказать внимания. Мужская сборная России по волейболу одержала очередные две победы в мировой лиге. В Калининграде команда Владимира Олегна принимала сборную Германии. В первый день сухая победа досталась россиянам очень непросто. Об этом красноречиво говорит счет по партиям. В повторном матче немцы также навязали борьбу. Но проиграв первый сет 23-25, они заметно сдали и наша команда без особых проблем дожала соперника. Ключевую роль вновь сыграла своевременно удачная замена. Еще в первой партии вместо Тараса Ахтея на площадке появился экс-доигровщик сургутского клуба «Газпром Югра» Денис Бирюков. В итоге он набрал 9 очков за матч. 5 в атаке, по 2 на блоке и подаче. А сегодня ночью сборная России прилетает в Сургут. В нашем городе национальная команда пробудет до 20 июня. За это время ей предстоит провести 4 игры и 2 матча с болгарами, которые пройдут уже в эту пятницу и субботу. И 2 перенесенные игры со сборной Японии. Матчи состоятся 18 и 19 июня. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего и до свидания. Скидки до 50% на все видеофильмы. Сеть видеосалонов «Бегемот». Китрой. Больше покупай. Выгодная акция в салоне мужской одежды «Китрой». Купи 3 вещи до 10 июня и получи скидки. На первую вещь – 10%. На вторую – 20%. На третью – 30%. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И о погоде на 7 июня в студии Вероника Южная. Малоподвижный атмосферный фронт над северной территорией Западной Сибири будет в предстоящие сутки определять погоду в округе. В центре и на юге региона скажется неустойчивый характер циклона над Средним Уралом. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха плюс 12, плюс 17. Утром переменная облачность без осадков. На столбиках термометрах около 20 с плюсом. Днем облачно с прояснениями. К вечеру местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Воздух прогреется до 26-31 градуса тепла. Карапуз. Самый удобный магазин для детей и их родителей. Смотрите сами. Детские автокресла, коляски, электромобили, велосипеды и многое другое. Самый удачный для комфортных прогулок коляски-трость. Компактный, легкий, маневренный и цена привлекательная. Сеть магазинов Карапуз. Все лучшее детям. 7 июня солнечная активность, умеренное, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного повысится и составит 753 мм ртутного столба. Вместительные шкафы-купе. Современные гардеробные, уютные кухни, яркие детские. Сроки изготовления от 3 до 5 дней. Всем покупателям скидки. Фабрика комфорта. Новые идеи совершенства. Всем покупателям скидки. Фабрика комфорта. Новые идеи совершенства. Только в июне. Большая распродажа в салонах обуви Рикер. На коллекцию весна-лето 2011 скидка до 70%. Со второй пары обуви на каждую последующую дополнительная скидка 5%. Действует дисконт. Только в июне. Большая распродажа в салонах обуви Саламандр. На коллекцию весна-лето 2011 скидка до 70%. Со второй пары обуви на каждую последующую дополнительная скидка 5%. Действует дисконт. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова